У нас гость, политтехнолог, автор канала «Открытая политика» Андрей Патрицын. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Прошлая неделя была ознаменована рядом резонансных тем. Хотелось бы сегодня о них поговорить. Одной из таких тем стала тема, выраженная в одном предложении в Фейсбуке, про денационализацию Башкирии и исчезновение ее как республики. Почему мое внимание привлекла эта тема? Скорость распространения перепостов, комментариев. Вот подробнее, откуда это началось и как вы думаете, почему с такой скоростью эта тема распространялась? И если почитать комментарии, их тональность, то очень многое можно понять. И, кстати, откуда такая мысль? Где вы берете такие мысли? Да, где вы берете такие мысли? Сам по себе этот тезис совершенно не авторский, не мой, это безусловно. То есть, может быть, я его более там как-то удачно сформулировал. То, что сейчас в федеральном центре созрела вот эта идея об укрупнении регионов и денационализации регионов, в частности, вот по Волжских республик, это тоже очевидно. И источников этой информации достаточно много. Хотя нигде официально это ничего не сформулировано. У нас в России уже давно принято анализировать сигналы, признаки, какие-то, значит, там, полушепоты и так далее. А то, почему вот эта история вдруг получила вот такой отклик, хотя, в принципе, это даже была не статья, не какой-то хорошо иллюстрированный пост. Это вот была всего лишь вот эта открытка, да, в которой вот был текст. Ну, в первую очередь, я это отношу к тому, что это действительно волнует и интересует ту аудиторию, которая есть. Реакции очень разные. То есть, кто-то радуется, кто-то согласен, кто-то возмущенный негодой, да, то есть, вот вы видели, наверное, эту палитру этих комментариев, они очень разные. Это тоже интересно, это тоже достойное исследование и анализы вот этих вот реакций. Но скорость распространения, на мой взгляд, всегда прямо профессионально интересует. То есть, если контент плохой, ну, кроме как искусственных методов, там, расшаривания, не существует способа его сделать популярным, там, и так далее. Здесь совершенно автоматически само случилось, то есть, я повесил, это, ну, условно говоря, там, мысль какая-то, да. То есть, вот она получила такой отклик. Я думаю, что вообще эту тему действительно нужно как-то не оставлять и обсуждать, в том числе и власти, потому что для нее было бы полезно понять и реакцию, и возможные проблемы, связанные с этими процессами. То есть, как бы, вот, однозначно интересная история. Вот потому и так история. Опасная история. Опасная для кого? Ну, судя по комментариям, для людей, в первую очередь, которые считают, что, часть из которых считают, что тем самым будет нанесен непоправимый урон, ну, как бы... Идентичности? Идентичности национальной. Ну, это одна из точек зрения. Вот я говорю о том, что нужно сейчас собирать некий кворум и понимать, ну, скажем, соотношение людей, которые за, против, индифферентно относятся или имеют вообще какую-то третью точку зрения. Этот вопрос абсолютно не исследован. Всегда очень боялись этот вопрос задавать. То есть, ну, вот вы сказали слово «опасно». В первую очередь, это опасно для самой власти. Вот такие вещи. Почему сейчас так появилось? Но, одновременно, это как хроническая болезнь, которую, если не лечить, это тоже становится опасно. И не думать о ней, отказываться обсуждать ее или, там, показываться врачу, да? То же самое и здесь. Если не обсуждать периодически настолько щепетильные темы, то они могут, ну, перерасти в какие-то очень опасные процессы или какие-то, там, пугающие, значит, события. А вам не кажется, что для Башкирии слишком много, слишком повышенная концентрация щепетильных тем вот в эти, там, 2-3 месяца? Нет, не кажется, потому что, в принципе, у нас набор вот этих вот таких острых тем, в кавычках, он абсолютно стандартен для многих национальных регионов. Но мы отличаемся от многих национальных регионов тем, что у нас это хронически не обсуждается, игнорируется. И власти в том числе, нашими беззубыми СМИ в том числе, значит, никто это не поднимает, не обсуждает, там, никакого пресс-завтрака на эту тему не затеет и так далее, и так далее. В связи с этим вопрос, часто ли бывает так, что, там, в обход традиционных СМИ обращаются к вам, как к блогеру, лидеру мнений, для того, чтобы поднять, осветить какую-то тему, которая, ну, не может никак появиться в СМИ традиционных. Ну, то есть вопрос об опасности. Для вас это тоже опасно? Технически опасно, физически опасно, уточните, я не очень... Ну, не знаю, если вы поднимаете такую тему, которая боится поднимать государство, вы чувствуете какую-то опасность? И вот ваша личная точка зрения на это? Опасность я не чувствую точно, я чувствую ответственность некоторую, если ко мне обращаются люди. И действительно, вот, Евгения Анатольевна абсолютно права, что в последние, там, несколько месяцев количество вот этих обращений, я себя иногда чувствую каким-то отделом по... Работать с обращениями гражданной организации. Да, то есть вот иногда так, да, то есть это и лестно, и очень сложно одновременно, потому что, ну, во-первых, невозможно ответить всем, во-вторых, иногда задают какие-то вопросы, которые, ну, никак не связаны ни с тематикой, ни с моими компетенциями, то есть... Но ведь можно по этим обращениям выявить системные проблемы? Да, то есть, будучи на самом деле вот этой системой инцидент, я, к сожалению, сталкиваюсь вот с тем, что, ну, палитра этих вопросов огромная, и надо бы, конечно, их анализировать. Потому что, ну, помимо глобальных каких-то вещей, то есть вот вопрос вот этих вот национальных, например, взаимоотношений, я абсолютно некомпетентен, ну, я не возьму на себя ответственность за то, чтобы экспертным образом давать оценку правильности, неправильности каких-то вопросов. Но, тем не менее, эти вопросы поступают, и без конца обсуждений, и так далее, и так далее. Если у вас тоже есть вопросы, я напомню, мы работаем в прямом эфире, вы можете их нам задать по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один, а также напишите нам в комментариях, мы прочитаем это в эфире, трансляция в Фейсбуке идет прямо сейчас. Скажите, а у меня вот обратный вопрос, Андрей Сергеевич, к вам не поступали обращения от властных структур, но вот не масштабировать какую-то проблему, не затрагивать, не разжигать, как это модно сейчас звучит? Напрямую никогда, то есть более того, было несколько контактов весьма таких позитивных, когда некоторые представители, ну это в основном среднее звено, то есть это районы или города, когда они обращались с просьбой посоветовать, каким образом сформулировать, либо модерировать какие-то процессы, ну исключительно с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения того, чтобы эффективно что-то там обсуждать и чтобы, скажем, дискуссия какая-то не свалилась в истерику и конфликт, это было. Но прямых просьб, там, чем-то не заниматься или чем-то, что-то там перестать делать, слава богу, пока не поступало. Есть некое противодействие, вот, например, там, по сибайской истории в сетях, конечно, они там наняли каких-то сумасшедших. Давайте об этом поговорим. Нет, я просто про противодействие, которые пытаются там что-то писать такое совершенно нелепое, но вот прямого контакта не было. Просто одной из тем таких, которые были, ну сверхрезонансными, я считаю, больше нигде эта информация не прошла, это было именно у Андрея Сергеевича в Фейсбуке, гибели, гибели человека, который работал на том самом карьере, у него осталась годовалая дочь. У меня, ну, вот, там, личное оценочное осуждение, да, но я никак не понимала, почему после того, как уже эта информация прошла, в момент не среагировали те, кто обязан был среагировать просто. Вот, ну, обязан на это был среагировать. Ну, да, вот эта история, конечно, была неким профессиональным успехом, к сожалению, который был построен вот на такой трагической... Расскажите, пожалуйста, тем, кто, может быть, еще не знал. Да, ну, то есть, случилось так, что я первым узнал об этом событии, то есть, ну, это все, это, в этом нет ничего чудесного, просто это наличие, скажем, надежных источников и правильных контактов. То есть, вот, очень быстро узнали об этом событии и очень быстро успели получить информацию, то есть, кто, что, фамилия, фотография и разместить это в соцсетях. Это всего лишь вопрос оперативности. Здесь я не хотел бы говорить о том, что это как здорово, прекрасно и классно писать там про смерть человека. Но тут действительно, вы правы, важнее то, что какова была реакция вот этой машины нашей, машины смерти информационного поля, да, то есть, всего башинформа и прочей этой фигни. Они действительно никак не сработали, никак не среагировали, хотя на самом деле даже из соображений собственной безопасности, там, информационной, они бы должны были как-то это все дело освещать. Очень медленно, постепенно СМИ забрали у нас, я имею в виду у меня и у моей системы, забрали вот эти фотографии, вот эти тексты, в том числе с теми ошибками, которые были там заложены намеренно или не намеренно. То есть, я технологически могу поделиться, что специально немножко искажается, например, цифра не 16.00, а 16.05. Пишется, чтобы было можно потом идентифицировать, кто откуда что взял информацию для анализа. Ну так вот, и, ну, постепенно потом сетевые издания забрали этот материал, через там 5-6 часов это все разошлось. Ну, например, издание про УФУ до самого утра так и не сподобилось этого сделать, да, не самим получить информацию, не взять нашу информацию. Ну, то есть, не могу назвать это успехом, я это можно назвать историей, которая иллюстрирует взаимодействие между сетевыми источниками информации и официальными. Мы в течение уже трех программ рассматриваем ситуацию с Сибаем, и вот каждую неделю появляется какой-то повод, который даже вот не хотелось бы обсуждать настолько, это все вот трагические вещи. Вот давайте представим на секунду, как если бы было правильно отработать в этой ситуации, что нужно было бы сделать, было ли бы правильно рассказать сразу о превышении УПДК, да, там, 16-34 раза, не спровоцировало бы это, ну, знаю, панику, чего боялись, почему не говорили так долго, ну, что дотянули вот до такого. Евгения Анатольевна, вы мне задаете очень сложный вопрос, который, если перефразировать, будет звучать так, правильно совершать преступление или неправильно. На самом деле, то, что было сделано в ноябре, в декабре в Сибае, это уголовное преступление, преступное бездействие, имея информацию о ситуации с атмосферой, о ее составе, администрация города намеренно, злонамеренно, значит, дезинформировала население, не информировала население, что повлекло за собой конкретный вред. Это сфера работы прокуратуры, Следственного комитета и так далее, и так далее. А вот то, что касается работы в информационном пространстве, вот эту историю с Сибаем, я считаю, отношу и считаю первым крупным крахом вот этой неудачно сконструированной информационной системы, которая была создана в Башкирии. Не выстроить взаимодействие с населением информационное в первую очередь, это была огромная ошибка. Доверить общение с населением и информирование населения тем людям, которые абсолютно к этому не способны, я имею в виду мэра Сибая и вот это все окружающее. То есть, примерно два с половиной месяца информационным пространством Сибая заведовал вот этот мэр и главврач больницы. Понимаете, да? То есть, вот уровень профессионализма и уровень подготовки людей. Сам по себе господин Авзалов, ну, действительно, очень слабо способен к этим процессам. И незаметно... Но ведь он был только назначен в этот момент. Он работает там с 17-го года, мэром Сибая с конца 17-го года, это все неправильно, что он назначен сейчас, он давно довольно-таки там работает, он вполне себе обжился, он очень знает неплохо там все закоулки и обстоятельства местной ситуации, значит, он просто не в состоянии этого делать. Но я все-таки здесь виню не его лично, он вот какой уж есть, а я виню здесь вот эту всю надстройку весьма дорогостоящую, которая обходится нашим долгоплательщикам больших денег, я имею в виду опять этот вот пресловутый Башинформ и всю вот эту машину смерти башкирской информации, которая никак не сработала в этой ситуации. Но ведь федералы даже уже показали, показала Россия 24, показала Россия 20. Информационных полей оно весьма своеобразно, в России, значит, как только информационный повод становится значимым, он попадает на федеральное пространство, это понятно и объяснимо. Но так как местные власти панически боятся упоминания федеральных СМИ, как правило, то есть в принципе работает такая, значит, концепция, что лучше, что пускай про нас вообще ничего не говорят нигде, ну кроме больших праздников, да, там Шост, Брикс и так далее, чем вот что-нибудь вот такое вот будет на федеральных СМИ. Соответственно, взаимодействие тоже не налажено. Более того, я утверждаю, что в процессе вот развития этой сибайской катастрофы из Башкирии в ручном режиме тщательно блокировались упоминания федеральных СМИ до тех пор, пока это стало уже невозможно. Вот, соответственно, вот на выходе мы имеем абсолютный провал информационный, абсолютное отсутствие взаимодействия с населением, отсюда все эти мифы, отсюда все эти страхи. Медовый месяц закончился? Ну да, Михайленченко очень метко, конечно, сформулировал. Я думаю, что он закончился чуть раньше, и я сразу говорил, что этот медовый месяц будет очень коротким. То есть тут все не по любви, соответственно, ни о каком медовом месяце не идет речь. Большой длинный цикл избирательной кампании как-то способствует этому? Это вопрос к вам, как политтехнологу? Способствует окончанию медового месяца? Быстрому. Ну, обычно же как? Там три месяца, пообещал, а потом, ну, выберите меня, и все будет. Потому что, если мы уж про Хабирова заговорили, не произнося его фамилию в эфире, да, да, конечно, рановато его поставили на это место. То есть, возможно, большие проблемы в связи с этим вот длинным периодом перед выборами. Давайте сменим тему и поговорим как раз о том, какие могут еще возникнуть проблемы в связи с этим длинным периодом. Ну, проблема на самом деле одна, и она только касается непосредственно Хабирова и его команды. Это неудача с формированием этого имиджа, который нужно было сформировать за вот короткий промежуток времени. — Тема подъездов, тема строительства домов для обманутых дольщиков. Вы провели очень большую, я считаю, журналистскую работу, это там род журналистского расследования, когда сами проехались по тем стройкам, которые были обозначены, что там часть из них завершится к первому февраля. Кстати, завершились, нет? — Конечно, ничего там не завершилось. Да, и мы не первый раз объезжаем эти стройки, уже года полтора мы занимаемся этими вообще вопросами обманутых дольщиков. Я предупреждал, ну, как бы, вот в пустоту, на самом деле, но предупреждал, то есть в пустоту, там, — Информационного поля. — 50-10 тысяч там зрителей и так далее, которые смотрят канал, о том, что, ну, история с подъездами — это крайне опасная история с точки зрения, там, политтехнологии, потому что даже если все будут довольны ремонтом подъездов, а это будет 4 тысячи подъездов, то оставшиеся 22 тысячи подъездов будут этим недовольны. Соотношение четко не в пользу Хабирова. Зачем было затевать — непонятно. Миллиарды в бюджете не предусмотрено. Откуда будут финансы? То есть там будет дикий бардак, воровство, и на выходе будет недовольство. — А на выходе я выйду, посмотрю на свой подъезд, а ремонта-то там нет? — Да, естественно, ловкие, шустрые мэры и главы администрации уже составили списки уже отремонтированных подъездов, которые вошли в этот ремонт, но это уже доказанный факт, то есть ИОНФ этим занимался. А население потом среагирует негативно. Какой умник там предложил эту историю, я не знаю, я не хочу предполагать, там их немного этих умников в Белом доме. Ну, очевидно, Радий Фаритович знает, кто ему посоветовал эту историю. — Что касается дольщиков, ведь это очень такой момент, и вы ведь абсолютно правы в том, что почему решение этого вопроса ложится бременем на тех, кто платит налоги? Ведь достраивать-то будут, по сути, из бюджетных денег. — Ну, вот меня тоже поразила эта история, потому что, выдержав вот эту загадочную паузу, когда Хабиров сразу пришел, сказал, я знаю, как решить проблему дольщиков. То есть вот в первый день он еще не снял пальто, а уже сказал, что, значит, знает, как решить. Но все зааплодировали, обрадовались, возник некий вакуум. То есть вот к моменту прихода Хабирова назревал очередной всплеск недовольства, значит, ну, то есть как было у Хамитова. Всех успокоили, месяц-два подождали, ага, обманули, снова шумгам, снова наобещали и так далее. То есть, конечно, вот эта синусоида, она не могла бесконечно продолжаться. И вот к моменту прихода Хабирова уже назревал новый всплеск. Но приходит новый, замечательный, дорогой Радий Фаритович, значит, все, естественно, начинают питать надежды и иллюзии. Это абсолютно нормальная психологическая конструкция, да. Ну, он же не виноват, так ведь? — Ну, вы человек, сейчас все будет хорошо. Более того, не сняв пальто, он сообщил нам, что у него есть секретное оружие против проблемы обманутых дольщиков. Все, все засели, но, говорит, дайте время. Не вопрос, дали, значит, там. Потом появились вопросы, когда. Ну, назначили 1 февраля, вот все, железно, да. — Может быть, надо было подольше, подольше, потому что 1 февраля все-таки... — Нам не хватит времени обсуждать, как надо было бы делать, но мы обсуждаем то, что случилось. Вот 1 февраля не случилось, ладно, 5 февраля собрал, и вот это гениальное решение. А мы возьмем деньги из бюджета и достроим дома. Ну, простите, тут как бы, ну, это, извините, есть там много грубых характеристик подобных решений, но не будем их использовать. Но это довольно очевидная, простая, банальная, не самая эффективная вещь. То есть забрать деньги из здравоохранения, забрать деньги из медицины, забрать деньги еще откуда, где их там у нас не хватает, и потратить их на решение проблем, которые создали злонамеренно какие-то жульки. — А вам не кажется, что здесь еще более такой момент серьезный? То есть получается, каждый раз, когда кто-то захочет построить вот какой-то дом, да, он будет знать, что с ним ничего не произойдет, если вдруг достроятся бюджетные деньги. — Ну, это очень философский вопрос, да, да, да. Но здесь есть более серьезная опасность, на самом деле, для Хабирова, которую я вот подчеркнул из тех комментариев, которые пришли на последний ролик. Люди пишут вот что. Во-первых, обсуждалось всего три объекта, и народ в ярости, а наш интеграл, а наше то. То есть у нас на самом деле более 70 этих проблемных объектов в Башкирии, и не только в Уфе, а и Глино, а Стерлитамаг, ну и так далее, да. Значит, они в ярости, во-первых, что их не упоминают, и о них не говорят. И следующий вопрос. Каждый проблемный объект теперь вправе потребовать от Хабирова бюджетных денег. — Абсолютно, потому что почему достроили для них? — И простите, это будет уже не 6 миллиардов, это будет, может быть, 16 и больше. Никто не считал, сколько нужно денег на реализацию вот этих вот вещей. Чем они хуже? То есть помимо той философии, что там многие спрашивают, а вот почему я вот не купил квартиру в долевом участии, и почему мне там государство теперь не оплатит там жилье? То есть у меня вот тоже нет договора ДДУ. — Радий Фаридович, можно мне однокомнатную хотя бы оплатить? — А мне можно еще ипотеку закрыть? — А Евгений Анатольевич, у меня вторичное жилье. — То есть это вопрос чисто такой, ну, философской справедливости, ладно, оставим его. А вот вопрос справедливости в отношении других дольщиков, он еще более страшный для Хабирова. Они все придут к нему и скажут, Радий Фаридович, у нас выгляно. — И вероятно, придут совсем скоро. — Ну, очень скоро. Они уже устали ждать, учитывая, что многие там по пять лет ждут. — Слушайте, а вам не кажется, что это такое информационное равновешивание? Вам зато подъезд отремонтируют, вам тоже подъезд отремонтируют. — Есть такая технология, безусловно, создание благоприятного поля, электорального и так далее. То есть давайте четко говорить. Все, что происходит сейчас в Башкирии, происходит с прицелом на сентябрь. — Да. — Сто процентов, я абсолютно утверждаю. Ничего не делается. — Ну, как-то сбитый прицел, получается. — Прицел сбит. Ну, эти наводчики плохие. Вот и вся проблема. То есть технологически команда, которая занимается этим у Хабирова, это неумехи. Это люди из глубокого прошлого, которые не имели навыка ни избирательных компаний, ни работы в этом поле вот последние годы. Они живут там в 2008-м году. Последний раз, когда они занимались этим. — Так может быть, это и есть на это расчет, что все настолько традиционно, что все пройдет так, как оно должно пройти. — Я не думаю, что Хабиров настолько некомпетентен, что он предполагает, что он вернулся в Башкирию 2009-го года. Ну, то есть это точно не так. Это совсем другая Башкирия. То есть та Башкирия, из которой он уехал или бежал в 2009-м году, ее уже больше не существует. И то, что он тут пытается как-то образно выстроить вот эти старые свои шалаши в виде Рахимова или еще кого-то, это все ерунда. — А вот это жесткость. — Рефлексия. — Которая поначалу воспринималась как сильная рука. — Да, ну это кавалерийский наскок. Он уже откатился. Если внимательно проанализировать тональность оперативок, уже этой жесткости нет. Потому что он понял, что его подчиненные, которые у него здесь есть, других нет, какие есть, когда на них начинаешь давить, они ломаются. Они неправильно реагируют, они ломаются, они начинают делать ерунду. Вот этот господин Палтусов, который замещал Киреева и сделал пару каких-то докладов, это четкая иллюстрация. Люди категорически не поняли, что нужно делать. То есть они настолько боятся, что они совершают какие-то наборы ошибок. — Хабир что-то понял, он перестал на них давить, он как-то решил из них чего-нибудь лепить. — Ну, тот же самый Киреев, вы же помните, как это было с тарифами, и это что за история такая? — Ну, это была театральная постановка, это отдельная история. — Понятно. — А я говорю о том, что вот когда действительно, когда несколько эпизодов, когда подчиненные не понимают, чего от них хочет Хабира. То есть это в первую очередь от страха. — Ну, новая команда здесь, люди опытные, молодые, у них часть. — Опытные и молодые — это несовместимые. — Я пытаюсь понять, да, вот, а в чем ключевая разница между 2009 и 2019 году? Ну, кроме того, что смартфоны стали тоньше и больше. Вот мы сейчас говорим о новых технологиях, а они в чем принципиально разные? — В технологиях вы имеете в виду, ну, во-первых, абсолютно иная политическая конструкция в стране. Ну, то есть не абсолютно, но иная, да, извините, я уж меня там заносит. Действительно, есть некий набор альтернативных мнений, альтернативных движений. То есть в 2009 году не было Навального, теперь он есть. В 2009 году не было Ходорковского, теперь он есть. Ну и так далее, да. Более того, есть абсолютно иная атмосфера восприятия власти населением. То есть даже если мы вспоминаем 9, 10, 11, 12 года, это была некая эйфория от этой цифровизации. Страна была, сидела по горло в нефтедолларах, могла себе позволить всякие эксперименты, всякие истории. Там и Дмитрий Анатольевич Медведев всех нас очень веселил и радовал. Сейчас все жестче, все страшнее, скепсис населения существенно выше. — Рознь жизни существенно ниже. — Пиетета к власти того, который был к власти Рахимова, например, и к которому привык Хабиров, по сути, он тоже был частью этой власти, его не существует. То есть вот он съездил в Архангельский район 3 месяца назад, что-то там наобещал, ну в рахимовские времена они бы молились еще полтора года на это событие. А уже через 3 месяца уже пишут, а что они ничего не сделали-то? То есть вот реально уже вот оттуда пишут письма и открытые, и закрытые. — Я понимаю, что 24 минуты эфира — это очень мало для тех тем, которые мы обсуждаем, поэтому я предлагаю всем, кто смотрит наш эфир сейчас, продолжить обсуждение в Фейсбуке. — Редактор субтитров А.Семкин